Через два года наш поселок будет отмечать свой 800-летний юбилей. И некрасовские школьники готовы принять деятельное участие в его обустройстве, чтобы своими добрыми делами сделать некрасовскую землю чистой, красивой, привлекательной для гостей и уютной для ее жителей. О том, в какой конкретно помощи нуждается некрасовская, шел разговор на заседании круглого стола, на который ребята пригласили и нашу съемочную группу. Сегодня на базе Некрасовской средней школы и Центра детского творчества «Созвездие» работают несколько детских общественных объединений, занимающихся волонтерской и прочей общественно полезной деятельностью, от творческой благотворительности до научных исследований. Речь идет даже не о десятках, а о сотнях рабочих рук и свежих голов, которые могут стать хорошим подспорьем в деле благоустройства и развития поселка. Чтобы использовать этот потенциал с максимальной пользой, необходимо определиться с направлениями работы. Для этого школьники пригласили в гости главу поселения, представителей районной администрации и других заинтересованных лиц. Диалог с властью позволил выявить главные объекты, которым требуется внимание волонтеров. Первая и основная задача – это, наверное, приведение в порядок того места, где вы живете. То есть сейчас нам нужно наш поселок просто-напросто вычистить. Это в первую очередь парк у дома культуры. Посмотрите, в каком он состоянии у нас. И здесь нужно приложить усилия не только отдельно взятого, например, объединения экологов, то есть детей, которые посещают это объединение, но и прилечь сюда взрослых. Среди горячих точек также были названы набережная улица и парк Победы, Бабаевский парк, стадион в районе старой школы и детские площадки во дворах многоэтажек. Предложения поступали не только от взрослых. Сами ребята также активно предлагали адреса добрых дел. Наш кружок готов посадить аллею из ясеня. Только где это можно сделать в поселке? Я обращаюсь к проблеме по поводу мусора. Мы летом, и даже, ну, бывает осенью, часто купаемся на речке. По берегам рек очень много мусора. Мы готовы все это убрать, но нам нужна ваша помощь. С 1 октября, как все знают, это день пожилого человека. Я бы хотела предложить, чтобы волонтерский атлет «Бумеранг» и другие объединения мы бы могли очистить территорию геронтерологического центра и Дома ветеранов. Ну, как бы мы бы и очистили территорию, и сделали бы приятные пожилым людям. Впрочем, благоустройство – лишь одно из направлений работы волонтеров. Администрация поселения ждет от ребят предложений по проведению массовых мероприятий, социальных запросов на совместные проекты и других инициатив. А чтобы за большими словесными горизонтами не остались без внимания маленькие конкретные дела, школа решила объединить усилия современных тимуровцев общим знаменателем. Мы предлагаем работать по проекту. И вот сегодняшний круглый стол дал старт жизни этого проекта. Промежуточный результат мы будем показывать уже на конкретных добрых, доброфлотческих делах. Поэтому проект мы хотим запустить, который будет не только касаться обучающихся и жителей нашей школы, мы хотим расширить немножко географию, охватить Левашовскую школу, потому что мы с ней тесно также работаем. Ребята будут работать на своей территории, в Левашовской земле. Мы будем работать на своей территории, поселка Некраска. Название проекта пока в работе, но самое главное, наверное, не название, а те дела, которые будут в нем сделаны. В преддверии большого юбилея шансов вписать свое время в историю поселка и района у ребят будет предостаточно. Комитет по делам молодежи готов оказать школьникам финансовую поддержку на реализацию интересных идей. А самых активных волонтеров руководство поселения обещает отметить особо. Как мы хотим его видеть, мы нарисуем, правда?